У вас что из отечественного дома? Из отечественного? Да все у меня из отечественного. Например? Ну что, телевизор отечественный у меня. Какой у вас телевизор? Рекорд. Рекорд, да? А то, может быть, попаду. Не проходите мимо. Что, Путин, что ли, начал? Это же не Путин виноват. Путина я преступником не считаю. Это все-таки глава нашей страны. А что именно Путин для вас сделал? Почему он вам нравится? Ну, пенсию немножко поднял. Всем привет. Меня зовут Павел Сычев. И мы сегодня вышли на улицы Воронежа, чтобы узнать у местного населения, как они отнеслись к решению международного суда, уголовного суда в Гаге, выдать ордер на арест Владимира Путина. Международный уголовный суд в Гаге выдал ордер на арест Владимира Путина. Что-нибудь слышали об этом? Да, слышала. А как к этому относитесь? Ну, я в политику не лезу так особо. Ну, удивились, может быть, обрадовались или расстроились? Какие эмоции? Не могу комментировать. А как думаете, вы считаете лично Путина преступником? Ну, я не буду это комментировать, ничего. Почему? Ну, не хочу просто на политические темы разговаривать. Ребята, а может слышали, что Гагский суд международный уголовный выдал ордер на арест Путина? Ага. Слышали, да? Слышали. И что, как относимся к этому? Отрицательно. Ну, отрицательно, то есть вы не поддерживаете решение суда? Нет, конечно. А Владимира Путина преступником считаешь? Нет. В следующем году выборы будут президента. Пойдешь за Путина голосовать? Будет 18, пойду. Нет, не слышал. А как вообще к этой ситуации относитесь? Да, обычно. Ну, может, расстроились, обрадовались, поддерживать, не поддерживать? Да, ну. Равно, да? Поддерживаю. Против такого решения, да? Да. А вы сами Путина преступником считаете? Нет. А вот выборы в следующем году будут президентские. Пойдете за Путина голосовать? Ну, конечно. А почему, если не секрет? Да, он мне нравится. А что именно Путин для вас сделал, почему он вам нравится? Ну, пенсию немножко поднял. То есть уровень жизни стал лучше, да? Ну, да, немножко. Международный уголовный суд в Гаге выдал ордер на арест Владимира Путина. Что-нибудь слышали? Да, слышал. Как вообще к этому относитесь? Отрицательно. То есть решение суда не поддерживаете, да? Нет. А вы сами считаете Путина преступником? Ни в коем случае. За Путина будете голосовать на следующем году? Обязательно. А почему? Что именно? Почему именно будете голосовать за Путина? Я ему верю. Он делает все правильно. Единственное, мне обидно, что его никто не поддерживает. То есть вы думаете, что Путина никто не поддерживает? Ну, нет. В смысле иностранные лидеры. А иностранные лидеры должны еще Путина поддерживать, да, с вашей точки зрения? Да, хоть кто-то. Очень все. А вас не пугает сейчас международная изоляция, которая нас ждет? Пугает. И что делать? Очень плохо. Что мы можем сделать? Как нам быть в этой ситуации? Не знаю. Я очень, очень этим переживаю в этом. Очень верю, что Путин прав. И очень мне обидно, что никто не поддерживает. Да, вот что. Понятно. Вот такая ситуация сейчас. Международная изоляция, она выявила проблемы, что мы, оказывается, вообще ничего не производим своего. И как так получилось, что Путин... Это вранье. А что мы производим свое? Это вранье. Все мы производим. А что именно, можете сказать? У вас что из отечественного дома? Из отечественного? Да все у меня из отечественного. Например? Ну что, телевизор отечественный. А какой у вас телевизор? Рекорд. Рекорд, да? Переделал, да. Автомобиль, Жигули отечественный. Что еще отечественный? Холодильник, микроволновка. Холодильник. Холодильник отечественный. Выяснилось, что даже гвозди мы не производим свои. И рекорд уже давно не производится. Это уже старый телевизор. Его уже не упускают. Очень плохо, что были так называемые 90-е годы эти, когда все рухнуло. Думаете, 20 лет, которые Путину власти, это мало, да? Чтобы экономику мало, да? Мало, конечно. А сколько еще нужно дать Путину, чтобы он восстановил страну после 90-х ужасных? А страна, в принципе, страна живет. Она восстановлена. Все нормально, да? Заводы работают. Где я работал на электросигнал? Работает, выпускает продукцию. Чего надо? Вот это люди все ходят, не голодают. На машинах все ездят. А ситуацию как в Украине происходящую можете прокомментировать? Ну, крайне, как прокомментировать? Ну, что обязательных надо там удушить. Иначе будет плохо. А как же дети? Там же много детей живет. А детей мы не трогаем. Детей не трогаем. Я знаю, что там, ну, крайне, многие даже, уже в наших освобожденных, недовольны. Может быть, много довольных. Много недовольных. Непонятные ситуации там. Мне это очень волнует. Чем закончится? Не знаю. Чем закончить, я не знаю. Международный уголовный суд в ГАГе выдал ордер на арест Владимира Путина. Что-нибудь слышали об этом? Нет, ничего не слышали. А как вообще относитесь к тому, что суд в ГАГе выдал ордер на арест президента? Нет, извините, не слышали, не в курсе. Не, ну а как относитесь? Не в курсе. Ну, сейчас в курсе, я вам сказал. Какое-то отношение есть? Ну, какая-то информация непроверенная, не буду ничего говорить. Ну, как непроверенная, Песков сам уже прокомментировал, и Путин отреагировал. Ну, не знаю. Не знаю, пока не имею информации. Ну, а как, поддержали бы такое решение или нет? Вот лично вы как бы к нему отнеслись? К такому решению? Нет, не буду ничего говорить. А считаете ли вы Путина преступником? Не буду ничего говорить. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте, извините. А слышали новости, что Международный уголовный суд в ГАГе выдал ордер на арест Владимира Путина? Международный уголовный суд, да, МУС называется. Знаю. А как вы отнеслись к этому решению? Ну, что фокусы цирковые. Во-первых, Россия не признает решение Международного уголовного суда. Во-вторых, ну, почему не вынести это решение в отношении других действующих лиц и исполнителей? Ну, например, Буша, младшего, который развязал войну в Ираке. Ну, почему нет? Тоже можно выдать и тоже можно арестовать. Почему нет? Чем руководствуется этот суд? На основании чего он выносит свои решения? Вот я сейчас возьму бумажку и напишу, что я вот вас хочу арестовать. Вам это понравится? Мне нет. Мне нет. Потому что должны быть основания для этого, а если их нет... А теперь Путин будет арестован во всех странах мира практически? Ну, ладно, Путин будет арестован, а может быть, наоборот, кое-кто будет арестован. То есть думаете, Путину ничего не грозит, да? Слушайте, надо быть Путиным и надо быть этими шавками. Ну, что, как говорится, ну, моська, знаете, она сильна, коль лает на слона. Ну и что? Вот. Я не знаю, в отношении главы государства такие меры, это, ну, это смешно. Это цирк зажигает огни. Вы это думаете, какие последствия будут для страны в целом? Как это отразится? Никаких. Никаких. Совершенно никаких. Абсолютно никаких. Это, молодой человек, болтология. Вы Владимира Путина преступником не считаете, да? С какого перепугу я считаю его преступником? Ни в коем случае. Я считаю его лидером нашим. Я уважаю его решениям. Я доверяю его действиям. Если Путин будет баллотироваться на выборах в 2024 году, будете голосовать? Сто процентов. Не будет наш Путин арестован. Почему вы так считаете? Я так считаю. Правильно. Мы уважаем его. Понятно. Вы не считаете Путина преступником, да? Нет, конечно. Я считаю, он у нас хороший. Будете голосовать за Путина в 2024 году, да? Да, буду. А почему? Чем именно Путин нравится? А чем? Спокойно работаем. То есть вы считаете, что сейчас спокойно в России? Ну, сейчас в данный момент нет. А так, что Путин что ли начал? Это же не Путин виноват. Ну, а экономическая ситуация в стране, которая падает уже много лет подряд? Ну, однако же мы живем, у нас тихо, спокойно. Мне вот сколько лет, я еще работаю. Почему мне плохо? Не, ну мне кажется, наоборот, когда люди в возрасте, они должны наслаждаться жизнью, уже жить на пенсии достойно. Ну, а я одна не хочу сидеть дома. Международный уголовный суд в ГАГе выдал ордер на арест Владимира Путина. Ну, читаю новости. Слышали об этом, да? Да. Как вообще к этому отнеслись? Ну, как люди вообще не в себе. Зачем такое не пишут? Ну, это какая-то, не знаю, провокация, наверное. Вы считаете, что у них нет на это ни прав, ни полномочий? Нет, ни прав, ни полномочий. Как думаете, почему они так решили? Ну, они же решают все, что угодно. Всякие, ну, не знаю, почему они так решили. Ну, потому что, наверное, ума нет у них. Вы Путина преступником не считаете, да? Нет, конечно. Я за него. А вот почему именно вы поддерживаете Путина? За какими, значит, действиями? Ну, за то, что вывел страну из 90-х, какие были у нас кризисы, с 90-х годов. Вывел страну из-за этих кризисов. А международная изоляция не пугает, которая сейчас нависла? Международная изоляция у нас была до этого. Как раз вот уже открылись и границы, везде люди ездили, отдыхали. А сейчас, я думаю, что все наладится. Не будет этой международной изоляции скоро. В следующем году выборы президента за кого будете голосовать? За Путина голосовать. А может быть, слышали новости, что Международный уголовный суд в Гаге выдал ордер на арест Владимира Путина? Что-нибудь слышали? Да, читала. Как к этому отнеслись? Да, вообще анекдот какой-то. Больше никак отнестись можно к этому. Вы не считаете Путина преступником? Я не считаю. А почему они так решили? Ну, вы знаете, у каждого свои мозги. Может, они уж свихнулись. Думаете, это из-за сумасшествия, да? Ну, я не могу сказать, кто сумасшествий. Но вообще, ну это просто нонсенс какой-то. А если Владимира Путина арестуют, он поедет в какую-то другую страну, его там арестуют, как вот вы, какие ваши, какая ваша будет реакция? Я буду просто в ужасе. А готовы будете выйти на какой-нибудь митинг, акцию протеста, там, с плакатом в поддержку Путина на защиту? Ну, я готова выйти. Выйдете, да? Выйду. В следующем году у нас выборы президента. За кого будете голосовать, если не скажешь? Не, как же, во-первых, это тайное голосование, это раз. Во-вторых, коль я ратую за Путина, наверное, за него я и буду, если он баллотироваться будет. Понятно. А как оцениваете вот последние события в Украине, которые происходят? Да ужасно. Мне жалко всех. И украинцев, которым мозги впаривали, бог знает как. Как думаете, если бы сейчас этот... Послушайте, вы меня снимаете, что ли? Да, мы опросы делаем. Ну, интересно-то, а то, может быть, попаду, не проходите мимо. Ну, ребят, ну вы меня это... Удивили? Удивили и подшутили надо мной. Да нет, мы не хотели. Слышал, конечно. Как вообще отнесся к этому? Отрицательно. То есть не поддерживаешь они суда? Конечно, нет. А Путина преступником не считаешь? Нет. А как думаешь, почему они так? Потому что они хотят сделать так, что наше государство, чтобы умерло. То есть в этом их суть. А Путин как оплот защиты, да, получается? Да, Путин, естественно, оплот защиты государства, потому что он наш президент. Но их главная цель – это разрушение России, чтобы у них была гегемония. То есть согласны с Володиным, который говорит, что нет Путина, нет России, да? Что без России, точнее, без Путина не будет России. Ну, на данный момент – да. Но я думаю, если будет такой же государственный лидер, как Путин... Думаете, России нужна крепкая рука, да, такая управление? Всегда. Всегда нужна была и всегда нужна будет. Понятно. А вот Путин будет баллотироваться, скорее всего, в следующем году на выборах. Пойдете за него голосовать? Обязательно. А как вообще в целом относишься к ситуации в Украине, которая сейчас происходит? В смысле? Ну, сейчас происходит специальная военная операция? Если меня призовут, я пойду. В любом случае я давал присягу. А повестку еще не получал, да? Нет. А добровольцы? Многие ребята идут добровольцами. Почему он не решил пойти? Потому что у меня нет той специальности военной, которая нужна сейчас на фронте. А вот я слышал, что Евгений Пригожин из ЧВК «Вагнер», он предлагает всем молодым людям пройти военные сборы, получить эту военноучетную специальность, чтобы стать на защиту Родины. Ну, отлично. Не хотели бы воспользоваться такой возможностью? Ну, пусть он их и ищет. Может быть, что-то слышал? Международный уголовный суд ГААГе выдал ордер на арест Владимира Путина? Нет, не слышал. Очень спешу, извините. Может, слышали новости, что Международный уголовный суд ГААГе выдал ордер на арест Владимира Путина? Нет, не слышали. А как вообще к этому относитесь? Не знаю, мне кажется, это неправда. Нет, это правда. Песков уже прокомментировал это, и Путин сам прокомментировал. Это реально правда. Международный суд в ГАГе выдал ордер на арест Владимира Путина. Это правда? Ну, хорошо, если это правда, что... Вы поддерживаете это решение суда? Нет, не поддерживаю. Я не считаю Путина военным преступником. А вы поддерживаете вообще президента? Поддерживаю. А в следующем году у нас с выбора президента голосовать пойдете? Пойду. За Путина, да? За Путина, да. Спасибо вам большое, всего доброго, хорошего дня. Международный уголовный суд в ГАГе выдал ордер на арест Владимира Путина. слышали? Нет. А как вообще относитесь к такой ситуации? Я даже не могу сказать. Ну вот, сейчас вы узнали, поддерживаете решение суда выдать ордер на арест Владимира Путина или нет? Нет, конечно. Вы считаете Путина преступником? Нет. Путина поддерживаете, да? Да. Если в следующем году будет выбором выдвигаться президент, опять будете за Путина голосовать? Да, буду. Международный уголовный суд в Гаге выдал ордер на арест Владимира Путина. Спасибо. А как вы вообще отнеслись к этой ситуации? Да, вообще на них внимания не обращаю. Путина не считаете преступником? Нет. А почему они так считают, как думаете? Ну, у них другая политика. Ну, раньше же не считали, что изменилось? Потому что не понравилось наше направление, которое Путин взял. Он знает. Другое. Против их пошел, получается. Но вы Путина в этом поддерживаете, да? Я, да. А вас не пугает нарастающая международная изоляция? Нет. Не боитесь, что страна вкатится в 90-е опять? Ну, вкатится, значит, вкатится. Назад все равно пути нет. То есть мы к этому, как жители, готовы, да? Ну, не хочется, конечно. Но если получится, от этого никуда не денешься. В следующем году будут выборы президента. Если пойдете, будете голосовать за Путина? Ну, я больше не вижу пока альтернативы. Ребята, что-нибудь слышали по поводу того, что международный суд в Гаге выдал ордер на арест Владимира Путина? Да, слышали. Кстати, я видел это в новостях. А как отнеслись к этому? Я думаю, что его не посадят. Он вообще... Нет нашей страны. Не, ну как отнеслись к этому? Обрадовались такому решению суда или наоборот огорчились? Нет, конечно. Чему тут радоваться? Все-таки, действительно, это президент нашей страны и все решения, которые он принимает, я с ними полностью согласен. Поэтому я поддерживаю Путина, и я против того, что какие-то сторонние лица предъявляют ему какие-то претензии. Путина преступником не считаешь, да? Не считаю. После чего у нас выборы президента, пойдешь голосовать? Голосовать не пойду. Мне, честно, все равно, но Путина я преступником не считаю. Это все-таки глава нашей страны. У нас сегодня ни одного альтернативного мнения, и все, кого мы встретили, это люди, которые горячо поддерживают Владимира Путина. К сожалению, это так. Но не отчаиваемся. Подписываемся на канал, ставим лайки, оставляйте свои комментарии под видео, присылайте свои темы для опросов, пишите об этом в комментариях. И, может быть, ваш вопрос мы зададим людям на улицах Воронежа в следующий раз. Всем спасибо, хорошего дня, пока.